Экологи взяли пробы воздуха в селе Караой, расположенном вблизи месторождения Джиру для определения веществ, содержащихся в воздухе. Пробы будут тщательно изучены в лаборатории агентства лесного хозяйства. Это оборудование определяет состояние воздуха. Сейчас мы находимся в селе возле рудника и проверяем здесь воздух. Одно из оборудований сразу же может дать оценку. Вот вы сами видите, загрязненность воздуха не превышает норму. Затем этот образец мы будем тестировать в лаборатории. Совместно со специалистами метеорологической службы мы определили направление ветра, поскольку местные жители жаловались, что ветер дует с нашей стороны. Результаты показали, что ветер восточный и не дует в направлении их села. Кроме того, специалисты взяли на проверку образцы почвы в соседних двух селах. Мы берем образцы за санитарной зоной, в близлежащих селах. Что касается воды, то ее образцы берем из рек Чончичкан, Джируй, Тузашум. Результаты исследований станут известны в течение 7-8 дней. Что же касается хвостохранилищ, то в этом вопросе свои выводы приводили международные специалисты. Они осмотрели каждый квадратный метр. Касательно вопросов по хвостохранилищу, здесь ранее работали специалисты из Словении. Они обнаружили все места утечки. Мы их уже устранили. Теперь проблем здесь не осталось. Вопросы экологической безопасности на месторождении взяты под особый контроль. Уже 15 лет наша лаборатория проводит здесь исследования. Мы вынесли 10 заключений. Они сейчас работают над устранениями некоторых вопросов. Мы договорились с руководителем, что когда предприятие полноценно приступит к работе, мы снова их проверим. В таких вопросах обязателен государственный контроль. Мы всегда должны реагировать на любые жалобы жителей. Предприятие по разработке месторождения Джируй перед началом работы получило проверочно-разрешительные заключения по каждому объекту в рамках нормативно-правовых актов по экологической безопасности. Когда начнется производство, качество воды, почвы и воздуха на руднике и в близлежащих селах будут проверять ежеквартально.